Алмаз сердца Слеза хранительница Нек Однажды в Гулонском лесу отчаянный русский пытался свести счёты с жизнью. Поздно вечером на самом краю пропасти юноша вскрыл вены. Потеряв сознание, он не упал в глубины пещер, молодое лицо небес пробудило его утром на том же месте, в траве наверху крепостного рва. Галстук и воротник валялись подли. Бездна склабилась пастью. Высшая цель не открылась ему. Он понял одно – Богу не угодно самоубийство. Ангел-хранитель шептал что-то о единственности и всемогуществе личности. Об усовершенствовании человеческой природы. Облака проплывали мимо, все в белом, с покрытыми головами. Сознание медленно возвращалось. С этого утра поэт более не покушался на свою жизнь. Тучка На горизонте, улетая, поднялась тучка на простор. Ты скажешь, девушка-ногая встаёт из голубых озёр. Она спешит уже открыто. Её зовёт глубизна, как будто эта афродита из пен воздушных создана. Какие принимает позы. Стан этот, гибкий, как копьё. Заря свои роняет розы, на плечи белые её. Та белизна сродни виденью и расплывается в туман. Корея Джо так святотенью окутал Антионы стан. Она в лучах необычайна. В ней все сиянье, все мечты. То вечной женственности тайна. То отблеск первой красоты. Я позабыл оковы тела, и на крылах любви взнесён. За ней мой дух стремится смело лапзать её, как иксион. Твердит рассудок. Призрак дыма, где каждый видит, что желал. Тень, лёгким ветерком гонима. Пузырь, что лопнул и пропал. Но чувство отвечает. Что же, не такова ль и красота? Она была, но вот, о Боже, взамен осталась пустота. Ты, сердце, жадно да созвучий. Так будь же светом залито. Люби хоть женщину, хоть тучи. Люби. Всего нужнее то. Кеофиль Готье В набросках учения о системе образов и шире о поэтике в целом, называемом автором по-научному весомо эйдолологией, находим. Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты. И та, и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет человека к жизни в обществе. Эстетика стремится увеличить его способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу. Для её целей, будь то построение небесного Иерусалима, повсеместное прославление Аллаха, очищение материи в нирване, необходимы совместные усилия, своего рода работа полипов, образующая коралловый риф. Поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, он говорит отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего религия от коллектива. Во-первых, признание своей единственности и всемогущества. Во-вторых, усовершенствование своей природы. Николай Гумилёв. Читатель. Рощи пальм и заросли алоэ, серебристо-матовый ручей, небо бесконечно голубое, небо золотое от лучей. И чего ещё ты хочешь, сердце? Разве счастье сказка или ложь? Для чего ж соблазном иноверца ты себя покорно отдаёшь? Разве снова хочешь ты отравы, хочешь биться в огненном бреду? Разве ты не властно жить, как травы, в этом упоительном саду? При жизни Теофиль Готье пользовался известностью как автор фильетонов о театре и литературе. Сотни их были опубликованы в «Ля пресс» и «Журнал офисель». Ради заработка он писал обо всём – приключения, путешествия, любовные интриги, драматические коллизии, заметки и образы. Всё хорошо складывалось в его рассказах, романах, статьях и исследованиях. Приветливый собеседник, обладавший великолепной памятью, Готье отдавал поэзии всё свободное время, которого недоставало, и он прозвал его «десятой музой». Страстный поклонник всего не искусственного, предлагая гранит слова, как алмазы, он сравнивал поэта с ювелиром и оттого считался холодным. «Искусство тем прекрасней, чем взятый материал бесстрастный» – стих, мрамор или металл. Гумилёв с огненным своим, но затаённым горением принял обиду, нанесённую Готье, как свою собственную, – замечал Николай Оцуб. Искусство чуждо искусственности. Любое напряжение чревато для конструкции. Чем больше огрехов, тем скорее она рухнет под собственной тяжестью. Сыростью тянет из погребов, устаревает, отсыревая или окостеневая и словесный материал. Слово мертво, если не вложить в него душу и не призвать души, что услышат его. Холод в технике, страсть в форме. Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные металлы. А ведь наш русский язык – именно драгоценнейший из них. Нет в мире другого, равного ему по красоте звука и по гармонии концепции. Андрей Левенсон. Гумилёв. Именно так, не чураясь молодёжи и любопытных глаз, настоящий паладин, по словам Василия Ивановича Немировича Данченко, работал над стихом и требовал того же от других. Неукоснительность и беспощадность по отношению к материалу и технике словесного святого ремесла сочеталась в Николае Степановиче Гумилёве с талантом благожелательного педагога, который и правда мог позволить себе, чтобы его мольба, завет прошлых веков, память, хранящая нынешний день, была одарена сияющим поцелуем новой весны. Последняя мольба Я вас люблю. Моё признанье идёт к семнадцати годам. Я только сумрак, вы – сиянье, мне только зимы, весны, вам. Мои виски уже покрыли кладбище белые цветы, И скоро целый ворох лилий сокроет все мои мечты. Уже звезда моя прощальным вдали сияет мне лучом, Уже на холме погребальном я вижу мой последний дом. Но если бы вы подарили мне поцелуй один, как знать, Я мог бы и в глухой могиле спокойным сердцем отдыхать. Теофиль Готье Эидологии мэтра смотрели века. Братские, сестринские и супружеские поцелуи жили в минутах. Цеховики ждали субботы и суббот, Дня, когда сами будут зрячими и странно знающими. На исходе революционного лихолетия Основоположники акмеизма Они же и самые ярые бунтари Либо отреклись, как взбалмошный городецкий, Либо отошли от некогда провозглашённой школы. Революция раскидала их, как ветер хворст. Ахматова после развода с Гумилёвым Одно время жила буквально в заперти у нового мужа. Мандельштам, спасаясь от голода, Много путешествовал и переезжал, пока не женился, Что всё равно не положило конец его странствиям. Оба они, и Ахматова, и Мандельштам, Весьма неприязненно относились к работе переводчика, Хотя в силу жизненных обстоятельств, Становясь на горло собственной песни, Вынуждены были в той или иной мере Заниматься стихотворными переводами. В конце тревог, удач и слепых блужданий Надежда Яковлевна Мандельштам, супруга поэта, Свидетельствовала зряче и знающе. Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания Вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, И погудка, звучавшая в ушах, Уже заключала то, что мы называем содержание. В разговоре о Данте Осип Мандельштам сравнил форму с губкой, Из которой выжимается содержание. Если губка сухая и ничего не содержит, То из неё ничего и не выжмешь. Противоположный путь для данного заранее содержания Подбирается соответствующая форма. Этот путь Осип Мандельштам проклял В том же разговоре о Данте. А людей, идущих этим путём, Назвал переводчиками готового смысла. Надежда Яковлевна Мандельштам. Воспоминания. По мнению Ахматовой, Осип Мандельштам вообще был врагом стихотворных переводов, В которые утекает творческая энергия. Она слышала, как он сказал Пастернаку, Ваше полное собрание сочинений Будет состоять из двенадцати томов переводов И одного тома ваших собственных стихотворений. Листки из дневника. Сама Анна Андреевна переводила, когда и было уже всё равно, Полагая, что в творческий период поэту, конечно, переводить нельзя. Это то же самое, что есть свой мозг. Лидия Корнеевна Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1 августа 1952 года. Про себя говорила. Я ведь никогда не работаю. На вопрос Лидии Корнеевны Чуковской. А переводы? Отвечала. Весьма трудоёмкая форма безделия. Записки об Анне Ахматовой. 3 февраля 1964 года. Вечная. Я в коридоре дней сомкнутых, где даже небо тяжкий гнёт. Смотрю в века, живу в минутах, но жду субботы из суббот. Конца тревогам и удачам, слепым блужданиям души. О день, когда я буду зрячим и странно знающим, спеши. Я душу обрету иную, всё, что дразнило уловя. Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя. И тот, кто шёл со мною рядом в громах и кроткой тишине, Кто был жесток к моим усладам и ясно милостив к вине, Учил молчать, учил бороться всей древней мудрости земли, Положит посох, обернётся и скажет просто – Мы пришли. 1911. Под воздействием Гумилёва начал переводить Готье и Всеволод Александрович Рождественский, секретарь Союза поэтов и один из младших акмеистов. Книжка избранных стихотворений Готье в его переводе вышла вскоре после гибели Гумилёва. Перелистывая страницы жизни в 1945-м, он ещё рассказывает об учителе. Позднее, в 1962-м, избегает даже имени Гумилёва. Второй цех поэтов просуществовал сравнительно недолгое время. Он распался вскоре после того, как Александр Блок покинул пост председателя Союза поэтов, а вместе с ним ушла и группа сочувствующих ему членов правления. Уехали за границу Георгий Иванов, Георгий Адамович, Николай Отсук, Ирина Адоевцева. Николай Гумилёв остался работать во всемирной литературе. Продолжал вместе с Корнеем Ивановичем Чуковским вести занятия с молодыми поэтами-переводчиками в студии издательства. Занятия эти были очень интересны и привлекали немало молодёжи. Николай Степанович оказался опытным, умелым и многознающим педагогом. Он строил свои лекции так, что они превращались в живую беседу не только о стихотворном переводе, но и о поэзии вообще. Правда, в основном речь шла о формальной стороне дела. Ему очень хотелось представить творческий процесс как нечто такое, что вполне поддаётся точному анализу. Он был убеждён в том, что любое стихотворение не только можно разложить на составные части. Но и найти законы соотношения этих частей. Одна из его теоретических статей так и называлась «Анатомия стихотворения». И, конечно же, наукообразные термины то и дело сходили с его языка. Если речь шла о переводе, то это были эквиритмичность, эквилинеарность, смысловой центр, если о поэзии вообще, эйдология – наука о системе образов, композиция, глоссолалия и т.д. В те времена подобные термины были вновь, особенно для молодёжи. Да и само анатомирование стихотворных строк казалось подобием лингвистической алхимии, но попутно сообщалось немало любопытных и полезных наблюдений над строфикой, над методом рифмовки, над законами звукописи, над основными приёмами художественной выразительности. Историю мировой поэзии Николай Степанович, владевший несколькими иностранными языками, знал прекрасно и щедро черпал из неё выразительные и убедительные примеры. Оставалось удивляться тому, что сам он отнюдь не был поэтом-алхимиком и создавал не мёртвые стихотворные схемы, а стихи полной жизни и горячего авторского темперамента. Впрочем, он и сам признавался в минуты откровенности. Конечно, стихотворение можно подвергнуть тщательному химическому анализу, но всегда остаётся какая-то нерастворимая часть. Она-то и делает стихи поэзией. Что же это такое – нерастворимая часть? Не знаю, честное слово, не знаю. Спросите у Блука. Всеволод Рождественский Николай Степанович Гумилёв. Филлашка – акварель принцессы М. Каприз кистей, игравших краской и императорских забав. Филлашка ваша – сфинкс под маской, загадку чувствам загадав. Ах, мода, полная законов, и маска та, и ткань хламид, она Эдипов из салонов своею тайною томит. Вуаль и Зида сохранила для новых нильских дочерей, но под повязкой два светила сияют пламени светлей. Глаза – они глядят так сладко, в них чувственность мечтой слита, и в их речах звучит отгадка. «Любовью будь я красота» Теофель Готье. Академик Академии стиха, у которого вряд ли отыщется хотя бы одно живое стихотворение, Вячеслав Иванович Иванов и редактор Аполлона, третий степенный лирик Сергей Константинович Маковский придерживались несколько иного мнения о Гумилёве. Мог ли при этом похвастать отменной грамотностью сам Маковский? История умалчивает. Особенно протестовал Вячеслав Иванов – авторитет для Аполлоновцев, непререкаемый. Сколько раз корил он меня за слабость к Николаю Степановичу. Удивлялся, как мог я поручить ему письма о русской поэзии, иначе говоря, дать возможность вести в журнале свою линию. «Ведь он глуп», – говорил Вячеслав Иванов, – «да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан». В этом, несомненно, была правда. Гумилёв любил книгу, и мысли его большую частью были книжные, но точными знаниями он не обладал ни в какой области, а язык знал только один – русский, да и то с запинкой, писал не без орфографических ошибок, не умел расставлять знаков препинания, приносил стихи и говорил «а запятые расставьте сами». По-французски кое-как понимал, но в своих переводах французов, например, Теофиля Готье, поражал иногда невероятными ляпсусами. Помню, принёс он как-то один из своих переводов. «Предпоследнюю строку» в стихотворении Готье «Ля мансахт», где сказано о старухе у окна «Деван мине келя шапитха» он перевёл «Читала из чеки минеи». Так и было опубликовано, за что переводчика жестоко высмеял Андрей Левинсон в речи. Об этой стреле Левинсона напомнил мне в письме о моей характеристике Гумилёва, подтверждая моё мнение о его малообразованности Георгий Иванов. Сергей Маковский, Николай Гумилёв Иллюзия, что один опыт может быть записан и передан при прочтении, а другой нужно непременно пережить самому – заразительна. Не успев удостовериться, смертелен лицеанит, скептик испускает дух. И что в таком случае жизненный опыт? Неусвоенные уроки – тройки в четверти. Какие мысли книжные? Или варварам снова пройтись по Рим, чтобы мы с гордостью могли заявить, что книжные мысли подтверждены практикой? Или каждые полвека повторять геноцид и все нравственные перипетии прошлого, чтобы следовать иллюзии, будто всякое знание требует экспериментальной проверки? Опытный, но неумудрённый критик заверяет, что существуют точные знания, как ракеты с лазерным наведением, а те опять бьют мимо цели. Гордость ума, увы, знаки препинания, грамотность, калькуляция прибыли и убытков по разрядам и запятым. Только если пуста сокровищница на небесах, разве есть что спасать? Вы все – паладины зелёного храма, над пасмурным морем следившие Румб, Гонзальва и Кук, Лаперус и Дегама, мечтатели-царь, генуэзец Колумб, Ганон Карфагенинин, князь Сенегамбий, Сенбад-марихот и могучий Улисс, а в ваших победах гремят в Дефирамбе седые валы, набегая на мыс. А вы – королевские псы, флибустьеры, хранившие золото в тёмном порту, скитальцы-арабы, искатели веры и первые люди на первом плоту. И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, кому опостылили страны отцов, кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, внимая заветом седых мудрецов. Как странно, как сладко входить в ваши грёзы, заветные ваши шептать имена и вдруг догадаться, какие наркозы когда-то рождала для вас глубина. И, кажется, в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и светят в прозрачной воде жемчуга. С деревьев стекают душистые смолы, узорные листья лепечут. Скорей, здесь рию червонного золота пчёлы, здесь розы краснее, чем пурпур царей. И карлики с птицами спорят за гнёзда, и нежен у девушек профиль лица, как будто не все пересчитаны звёзды, как будто наш мир не открыт до конца. Гордость ума Затемняет пламенное небо Эллады и сушает фонтаны в садах испанских мавров. И не только гордость ума, а глупость ума, а главное плутовство, именно плутовство ума, именно мошенничество – Лев Толстой, Анна Каренина. Падение империй, война и мор – это пройдено не однажды. И повторение не всегда мать учения, разве что повторение книжное, вполне достаточное для того, чтобы извлечь из него уроки. Привычка учить правильно, изъясняться на родном языке – похвально. Отчего же не войдёт в привычку поучения азбучным истинам? Менее чем за полвека до падения Римской империи, блаженный Августин исповедовал свою душу. – Посмотри, Господи, и терпеливо, как ты и смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающих им, произнесёт вопреки грамматики слова «хомо» без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если, вопреки заповедям твоим, он, человек, будет ненавидеть человека. Уже ли любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? И, конечно, знание грамматики живёт не глубже в сердце, чем запечатлённое в нём сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь. А. Исповедь Андрей Левенсон, тот, кто ради фельдетона пустил стрелу в коллегу, с которым отвечал за французский отдел всемирной литературы, в 1920 году перебрался в Берлин, а оттуда во Францию. В Париже 26 сентября 1921 года он принял участие в митинге протеста против красного террора. «Плаженны мёртвые» – его первый отклик на гибель поэта. «Если мы не можем помочь, надо хоть помнить». Позднее вполне искренне и серьёзно Андрей Левенсон признавался в современных записках. Мне до ныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилёва бесценный перевод эмали и камеи. Поистине чудо перевоплощения в облик любимого им Готье. Нельзя представить при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков более разительного впечатления тождественности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии возможно достигнуть лишь обдуманностью и совершенством фактуры, выработанностью ремесла. Тут нужно постижение более глубокое, поэтическое братство с иноязычным стихотворцем. Андрей Левенсон Гумилёв Тайное родство Пантеистический мадригал Давно две мраморных громады Из них воздвигнут был фронтон. Под небом пламенным Эллады Лелеяли свой белый сон. Мечтая меж подводных лилий, Что Афродита всё жива, Два перла в бездне говорили Друг другу странные слова. Среди садов генералифа, Где бьют фонтаны с высоты, Две розы при дворе калифа Сплели между собой цветы. В Венеции над куполами, С ногами красными, как кровь, Два голубя спустили ссами, Чтоб вечной стала их любовь. Голубка, мрамор, Перл и розы Все погибают в свой черёд, Перл тает, губят цвет морозы, Смерть птицам, Мрамор упадёт. И, расставаясь с каждой атом, Ложится в бездну вещества, Посевом царственно богатым Для форм творений божества. Но в превращениях незаметных Прекрасной плотью белый прах, А роза краской губ приветных В иных становятся телах. Голубки снова бьют крылами В сердцах, познавших мир у тех, И перлы, ставшие зубами, Весёлый освещают смех. Здесь зарожденье тех симпатий, Чей пыл и нежен, и остёр, Чтоб души чутких благодати Друг в друге встретили сестёр. Покорный сладким ароматам, Зовущим краскам или лучам, Всё к этому стремится атом, Как жадная пчела к цветам. И вспоминаются мечтания Там, на фронтуоне, Иль в волнах, Давно увядшие признания Перед фонтанами в садах, Над куполами белой птицы И взмахи крыльев, и любовь, И вот покорные частицы Друг друга ищут, любят вновь. Любовь, как прежде, стала бурной, В тумане прошлое встаёт, И на губах цветок пурпурный Себя, как прежде, узнаёт. В зубах, отливом перламутра, Сияют перлы вечно теж, И кожа девушек в час утра Старинный мрамор юн и свеж. Голубка вновь находит голос, Страдание эхо своего, И, как бы сердце не боролось, Пришелец победит его. Вы, странных полное предвестий, Какой фронтон, какой поток, Сад иль собор назнали вместе, Голубку, мрамор, перлы, цветок. Теофиль Готье Во множестве опытов стихотворного перевода Николай Степанович Гумилёв различал три способа. При первом переводчик пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм. Своим собственным словарём, часто чуждым автору, по личному усмотрению то удлиняет, то сокращает подлинник. Ясно, что такой перевод можно назвать только любительским. При втором способе переводчик поступает, в общем, так же, переводится, только приводя теоретическое оправдание своему поступку. Он уверяет, что если бы переводимый поэт писал по-русски, он писал бы именно так. Этот способ был очень распространён в XVIII веке. Поп в Англии, Костров у нас – так переводили гомеры и пользовались необычайным успехом. XIX век отверг этот способ, но следы его сохранились до наших дней. И теперь ещё некоторые думают, что можно заменять один размер другим. Например, шестистопный – пятистопным, отказываться от рифм, вводить новые образы и т.д. Сохранённый дух должен оправдать всё. Однако поэт, достойный этого имени, пользуется именно формой, как единственным средством выразить дух. Николай Гумилёв О стихотворных переводах Именно формой. Ведь стихотворение – это прежде всего мысль, а поэзия – форма, то, что содержит. Мысль, высказанная в образе, мысль, вдохновлённое чувством, будоражащим и непосредственно предшествующим написанию стихотворений. Ведь поэт не экспериментирует с материалом и не выдвигает концепции, как это может показаться в некоторых случаях. Посредством слова он растачает алмазы и аханты рубины, накопленные душой и огранённые сердцем. Страсть не в материале и не в технике исполнения. Наоборот, они-то как раз требуют ясного ума и твёрдой руки. Страсть в самой форме, как в ассимиляции с нравами и обычаями страны, наслаждения путешествием. Культура предлагает человеку пути к храму в самом себе. Варварам неведомы эти пути. И оттого они не умеют ценить форму. Пал Рим, Пал и Константинополь. Тысяча лет разделяет эти падения. Ради византийского искусства Готье едет в Россию. Я отправился в Константинополь, чтобы быть мусульманином в своё удовольствие. В Грецию – для Парфенона и Фидия. В Россию – для снега, икры и византийского искусства. В Египет – для Нила и Клеопатры. В Неапань – для Помпейского залива. В Венецию – для Сан-Марка и Дворца Дожий. Ассимилироваться с нравами и обычаями страны, которую посещаешь – мой принцип. И нет другого средства вас видеть и наслаждаться путешествиями. Конец цитаты. Алмаз сердца Хранит подарок милой каждый влюблённый, Сердце ли, в столе, его лаская с острой жаждой В часы надежд или в горькой мгле. Один, ах, всё влюблённый смеет, Улыбкой светлой ободрён, Взял прядь волос, что голубеет, Чернее, чем крыла ворон. Другой отрезал нежный локон На шее, что сумел склонить, Волнистый, мягкий, словно кокон, Прядущий шёлковую нить. А третий вспоминает сладко про ящик Гроб своей тоски, где скрыта белая перчатка Для всякой узкой руки. Тот прячет пармские фиалки В благоуханное Саше, Подарок свежий ныне жалкий, Чтоб нежность сохранять в душе. А этот милой сандрильоной Потерянную туфлю чтит, А тот ещё, как старь влюблённый, Вздох в маске кружевной хранит. Нет у меня блестящей пряди, Цветов, перчатки, башмачка, Но есть зато в моей тетради Слеза средь одного листка. То капелька росы мгновенной, Как небо голубых очей, То драгоценность – жемчуг пенный, Растаявший в любви моей. И, как сокровище афира, Мне блещет тёмное пятно, Алмазом светлым сапфира С бумаги синей взнесено. Я помню, как упала эта Слеза хранительниц анек На строчку моего сонета Из глаз не плакавших вовек. Теофиль Готье Эмали и Камеи в переводе Николая Гумилёва увидели свет В издательстве Попова в 1914 году. В конце 1910-х годов Всемирная литература Тоже приступила к подготовке Публикации сочинений Теофиля Готье, Но до печати дело так и не дошло. Предисловие к неизданной книге Николай Степанович заключил так. Позже, когда французская поэзия Разделилась на два рукава, С одной стороны, Журнали парнасцев Современный парнас В первом же номере И на первом месте Были напечатаны стихи Готье, А с другой – Цветы зла Бодлера Книга, Положившая, по мнению многих, Основание символизма, Были посвящены безгрешному поэту, Совершенному волшебнику Французского слова Теофилю Готье. Только Верлен Своей проповедью Милого, Вольного, Несовершенного искусства Заставил французских поэтов Несколько позабыть того, Кто и имел все права быть их учителем. Культ Теофиля Готье Переходит в Англию И там культивируется с Виндерном И особенно Оскаром Уайльдом. В Германии его влияние Можно было бы проследить На Стефане Георге. В России стихи Теофиля Готье Переводились крайне редко И самое имя его было мало известно. Однако, когда в 1914 году Вышел полный перевод Эмалий и Камей, Он был принят чрезвычайно благосклонно И критикой, и публикой, Что, конечно, указывает на роль, Которую Теофилю Готье Суждено сыграть в деле развития Русской поэзии. Конец цитаты После Фильетона Ах, ни одной колонной чёрной Мой вытянулся фильетон, И украшает он покорно газеты Тягостный фронтон. Свобода! Я не разбираю Мертворождённых пьес теперь, Я на неделю запираю Мою пред вашим носом дверь, И нити мелодрамы новой Не будут путаться опять Меж нитей шёлковой основы, Которую хочу я ткать. Вновь голоса души природы Звучат чисты и глубоки, Зато куплеты, дети моды, Свои припрятали звонки. И, обретя в моём стакане Здоровье, цветшее давно, Я в обществе былых мечтаний Моё испробую вино, Вино, где мысль моя сияла И нет чужого ничего, Что жизнь работник выжимала Из гроздей сердца моего. Теофиль Готье